Во вторник, 12 апреля, церковь молитвенно воспоминает преподобного Иоанна Лествичника. Угодник Божий жил в VI веке. В 16 лет он принял монашеский пострих в Синайской обители. Почти 20 лет подвязался в послушании своему духовному отцу Аввимортирию и быстро преуспел в труде и молитве. После смерти наставника преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в безмолвии, посте, молитве и покаянных слезах. Святой умел отличать истинную добродетель от самолюбования. Поэтому, чтобы не возгордиться своими монашескими подвигами, он запрещал себе поститься и бодрствовать сверх меры. Он принимал всех, кто приходил к его келье и давал наставления. В возрасте 75 лет отшельник был вынужден вернуться в Синайский монастырь. Братья желало видеть праведного старца своим игуменам. Как не тяжело ему было расставаться с уединением, он принял это бремя как новое послушание. Спустя некоторое время игумен Раивского монастыря, наслышанный о подвигах Иоанна, попросил его написать для иноков небольшое наставление. Так появилась знаменитая Лествица. В ней автор описал 30 ступеней, ведущих в Божий град. Книга в равной степени обращена к монахам и мирянам. Лествица – это руководство для восхождения к духовному совершенству, своеобразная лестница к небесным вратам. Преподобный Иоанн представился в возрасте 80 лет около 606 года. Субтитры создавал DimaTorzok